После просмотра ролика «Сумасшедший офицер», как и ожидалось, пошли отзывы и вопросы. Одни из них – вопрос с сестрой Оксаны. Вопрос. Верно ли высказывание митрополиту московского Филарета? В преддверии грядущие на Россию испытания он говорил «Люби врагов своих, внушайся врагов Христа и бей врагов Отечества». Ответ. Оксана. Враги Христа и враги христиан – это одни и те же враги, которых нужно любить. А врагов Отечества вообще не существует. Наше Отечество на небесах. Филиппийцам 3 глава. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Сергей. Значит, если бы сейчас на дворе был 1941 год, и меня призвали бы защищать Отечество от нападения немцев, мне и всем православным христианам нужно отказаться? «Оксана, зачем? Можешь раненых в поле боя выносить?» Убивают язычники, а христиане созидают. «Сергей. А мужчинам-христианам что делать? Не ходить в бой? Как бы наши деды выиграли Вторую Великую Отечественную войну с таким убеждением?» «Я не хочу спорить. Мне просто не дает покоя этот вопрос с той поры, как посмотрел ролик. Оксана, православных христиан всегда было очень, очень, очень мало. Наши деды были отступниками. Их так научили. «Сергей. Я не хочу никого убивать. Почему же Дмитрий Смирнов в своей проповеди сказал, что наших ребят-героев, которые погибли, защищая Сирию, их ангелов встретили на небесах?» Это конкретно про подвиг спецназовца Александра Прохоренко. «Оксана. Это сказал Дмитрий Смирнов. Бог сказал, не убей. Я думал так, как ты, еще четыре года назад. И отстаивала свое мнение. Спорить не буду». «Сергей. Он ведь еще сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Может, это как раз о тех, кто защищает свою родину, своих товарищей, родных, соседей. В общем, ты все доходчиво объяснил. Нужно все переосмыслить. Оксана, правильно. Метится в друга твоего враг. А ты подставь себя. Или как матроса. Грудью на абразуру». «Сергей. Все-таки непонятно, почему святой Александр Невский воевал на знаменитом Ледовом побоище? Почему святой царь Николай II вел русско-японскую войну? Как-то не сходится. Оксана, мне сложно печатать. Хочешь, позвони». «А как еще? А как еще спросить? Я уже несколько дней мучаюсь, мучаюсь. Думаю, ну как же так?» «А это не ты мучаешься. Это Дух Святой подступил к сердцу. Понимаешь, это сердце размягчает. Дух работает Божий так. Сердце размягчается. Вот. И утверждаешься в любви Христовой. Поэтому у тебя эти вопросы так и волнуют». «Ну, Александр Невский воевал на Ледовом побоище. «Воевал?» «Святой царь Николай Александрович воевал, вел русско-японскую войну. Он же ездил, благословлял свои войска, чтобы они за отечество там пострадали». «Мы знаем Александра. Нам причем вот так лукаво его предоставили, да, как Александра Невского. Александр Невский воевал, да, но он стал святым после того, как он принял монашество. То есть, когда он закончил все вот эти свои походы, он принял монашество с именем Алексей. Он Алексей сейчас, а не Александр. Вот Александр – это тот, который воевал». «А наш царь Николай Александрович?» «Также Николай Второй свою святость он принял за мученичество свое и своей семьи. То есть, за это ему присвоено звание святого человека. Понимаешь, то есть, это было после того, как он воевал». «Он же просил в православной терпеве, чтобы его сделали патриархом. Но он же Богом был помазан. Но он был помазан. Кто знает, какая вера. Я же себе о чем толкую. Когда его сделали святым? За какие дела-то его сделали святым? Не за то, что он воевал, а за то, что он пострадал с семьей. За это, именно за это он просветился. Также Александр Невский, он уже не Александр, а Алексей, святой Алексей. Она предоставляет его Александром все. Ты почитай, зайди в Википедию, Александр Невский напиши «Монашествие Алексей». Ну да. Там видишь, лукаво, как его... А это для чего? Для того, чтобы, как в этом ролике говорится, святое воинство подкреплять, поутверждать. Чтобы с этими знаменами, с этими именами шли воевать. Везде обман. Вот. Есть жития святых, которые прячутся совершенно. Это те воины, причем это сотни воинов, которые подставляли свои шеи под мечи. Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Афиногор Финский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным, в кавычках, народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген, прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, окопи на серпы, он совершенно определенно говорит, в кавычки, «мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира». Отвечая на обвинение с цельцем христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению цельца, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками, и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывает Тертулиан о невозможности христианина быть военным, кавычки, «не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола», говорит он про военную службу, «крепости света и крепости тьмы». Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый, взявший за меч от меча, и погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? Безонствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуются добродетелью, если делается в масти. Вот собрались вместе, пошли, теперь убивают, теперь награда, и ему крест будут, полный кавалер креста. Преступникам приобретает безнаказанность умножения ярости. В IV веке лактанцы говорят тоже, «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина. Ни одного слова этого священники не говорят. Сколько на совести тех, как Смирнов, сколько они благословили танки в Чечне и везде. Чудо от принесения иконы Владимирской было несколько раз. От Махмед Гирея, Крымского хана, в 1521 году. От Ахмад хана, в 1480 году. От нашествия Тамерлана, в 1395 году. Вот описание это по житиям святых. При благоверном князе Василии Дмитриевича II, 1389-1425 годы. И митрополитик Киприяне, агарянский царь, монгольский завоеватель Тамерлан, поднявшись с востока, покорил много стран. Взял елец, умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую и искоренить веру христианскую. Направлялся к Москве. Страница 463 за 3 августа. Жития святых. Сопротивление было настолько бесполезным, что о нем и не помышляли достойно. Но открыли все храмы и день и ночь шли и молитвы к престолу Божию. Объявлен был пост, как в Неневе. Тамерлан уже, когда была принесена в Москву из Владимира икона Божией Матери, был тревожный сон. Он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном бедении на небе женщины необыкновенной красоты и с нею мужей. И как ему грозили они, предвещая случай его похода на русских смерть. И хотя его никто не преследовал, он бежал в страхе. Ядовя друг друга, его войска бросали оружие и оставив свою добычу поражаемой и без пролития крови. И был путь его против давнего врага России Астраханского хана, который он разбил и сам внезапно где-то умер. И все войско его, как вода, ушла в песок. 11 ноября Виктор, христианин-воин, узнали о том только тогда, когда его послали истреблять христиан. И он отказался это исполнить. А воевать это не возбранялось. Считать за врага и убивать того, кого и в глаза не видел до толи, и только потому, что это повелел языческий военачальник. 10 октября Феотекан. Среди воинов было много христиан. 30 мая Исааки Далмацкий. Бог возвих варваров с Дуная. Были ли тогда отказники, которые понимали бы учения Христа так, как Господь изрек в своем учении? Вот несколько житий святых. 7 ноября Иерон в царстве Недеклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, повелел записать в войско всех угодных к военной службе мужей и юношей. Но, кавычки открыты, Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Вместе нельзя, а поврось, значит, можно? Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом. Спасение, Иерон, благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за столя небесного, а не за скорую гибнущую славу земную будешь оратовать. 21 апреля. Мученик Феодор. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор. На военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. Форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав, «Я знаменую на чрево матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. 3 февраля. Роман Угличский. Не хотел сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. 19 августа. Андрей Стратилат. Андрей был тысячоначальником, полковником. От него уверовало 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем жить и надушно, и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас. Но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со святыми, пострадавшими от Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, прими душу рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои». Кавычки закрыты. Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами. Обнажив мечи и заткрыжетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя, как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя. В этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивая агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили. Политика идет, это политика все. Для того, чтобы утверждать людей, воевать. Я посмотрела этот ролик. Два дня мучилась-мучилась. А сегодня увидела ролик Игнатия Тихоновича. Он рассказывал там какому-то мужчине, что если будет китайская война, она не наша. Типа того, что мы так смиренно ее примем, воевать не будем, землю свою отдадим. Я думаю, ну да как так? Это у меня уже прям последняя капля была. Думаю, ну как так? Не воевать. Вот я тогда вот... Смотри, есть такое пророчество, что будет мировая война. Я не знаю, где это, когда она будет, как происходить. То есть миллионы воинов, вот этих наших солдат русских, погибнет только за то, чтобы матеряться. То есть Господь покарает вот эти... Они в бой будут идти не с именем Господа, а с матом, понимаешь? Сейчас молодежь вся матерится. Все, в армию зайди там, на мате только разговаривай. И все армии российские погибли вот из-за этого матера. Какое святое воинство, о чем говорить? Помнишь или нет Андрея, который вот был умер, и потом его провели в рай, там в ад, он потом воскрес, ну не воскрес, и потом... Ну и что, помню. Вот, он говорил, что рассказывал, почему к нему Бог так благосклонен, почему он его сразу в ад не отправил, почему он его опять в живых потом оставил, чтобы он это все... Он говорит, потому что у тебя деды твои служили мне тем, что они воевали за царя. Вот из-за этого вот, типа того, что мы тебя в ад не отправим, что ты еще вот послушаешь тем, что ты оживешь. Вот, ты смотри, видишь, вот как мы все-таки слово как отбрасываем Божие, да? Мы будем Андреев каких-то слушать. Это вообще непонятно, кто, что за Андрей. Сейчас вот этих вот пророчеств, я не знаю, их там сотни в интернете не переслушиваются. Но его убили, его убили же, вот. Давнейшняя запись, 90-х годов, он его больше не видел. Я знаю, ну нам как, зачем нам на это ссылаться? Ну ты вот представь, я тебе сейчас вообще расскажу вот так, политику убийства на войне. Вот, ну, убивали, конечно, не все. Вот у меня дед пришел с войны, он только приехал, к примеру, да, вышел на поле боя, его через полчаса ранило, грудь на сквозь ему пробило осколком, и все, его коммиссовали. Он не успел ни одного человека подстрелить, даже наметиться ни одного не успел. Но были люди, которые действительно убивали, стреляли, десятки там врага убивали. Ты понимаешь, до конца жизни, до конца своих дней это были психически ненормальные люди. К ним вот эти вот убитые, они во сне приходили, мучили их вот в этих снах, в сновидениях. Эти люди беспокаянные, это уже шизофрения, психически больные люди. Ну ты, я не знаю, ну посмотри. Или рассказы вот этих людей, они больные насквозь. Это не излечит физиология такая вот человека. Вот он психически подрывает свое сознание, и все. И душа уже потом не может быть, она чистая, она не может принять Господа. Кайновая печать? Да и кто знает, какая печать, но ведь я говорю, то, что покаяться человек не может, у него вот это висит проклятие смерти. То, что он убил другого человека, там уже не рассматривается, по какой причине он убил человека. Он видит только эту кровь, понимаешь, этого мертвого, которого он убил. И что, нам, конечно, показывают парады, вот эти знамена, да, вот эти вот медали, людей вот этих вот. Ну ты, я же выставил ролик, картинки специально посмотрели, что такое война. Это грязь, болевотина, кровь и смерть. В войне нет ничего хорошего, это ад. Да, это конечно, это конечно. Поэтому, если вы, вот ты говоришь, православные идут, да где православных, ну, на войне, на той же, ну, правильно, на войне нет неверующих, там все верующие, потому что уже настолько ужаса одолеваешь, люди уже обращаются к высшим силам, вот. Ну, а идут-то они без веры, правильно, туда. Какие там православные? Потому что, если бы наша страна действительно была православной, вот, настоящие люди православные были верующие, то у нас войны бы, Господь не попустил бы ни немцев никаких, ни французов. То есть, Господь бы ограждал уже. А вот эти войны, это как бич за грехи человеческие. То есть, оказывается, один народ другим народом. По признанию Астафьева, война снилась ему еще лет десять после победы. О ней он говорил неохотно, да и писал нечасто. Он притрагивался к ней осторожно и редко, только в коротких рассказах да небольших повестях. Долго не решался взяться за тему серьезно, написать роман о войне, но все же написал через сорок лет после окончания войны. Роман «Проклятый и убитый», где рассказал о том, как все было на самом деле, про всю страшную правду той войны. Молодые парни, вот там говорят, что сразу боятся. Нет, не все. Многие воспринимают это как кино. И потом еще страшное действие, что кого угодно убьют, но не меня. Внушение. Внушение от Бога, от каких-то сил. Вот это еще, значит, спасительнее внушение. Кого угодно убьют. Ошибочное такое. Витя Астафьев ушел на фронт после того, как его и других ребят из железнодорожного училища отправили разгружать вагон с трупами блокадников-ленинградцев. Их успели вывезти из города, но они умерли по дороге от истощения. Под впечатлением от этой разгрузки Витя записался дворовольцем на фронт, несмотря на то, что у него была бронь. Сначала он, как и сотни тысяч мальчишек того времени, попал в запасной полк. В запасных полках тогда готовили к отправке на фронт солдат. По словам Астафьева, мальчишек 24-го года рождения, рвавшихся защищать родину, несколько месяцев продержали в нечеловеческих условиях. Они жили зимой в неотапливаемых бараках, есть было нечего, тех, кто заболевал, не лечили. В результате здоровые парни-сибиряки превращались в доходяк и дистрофиков. Многие опускались, теряли человеческий облик, ползали по помойкам, отыскивая хоть что-нибудь стесное. Некоторые, не выдержав болезни и истощения, умирали. Никакой военной подготовки там не было и в победе. Им давали стрельнуть из винтовки от силы пару раз. Отцы-командиры, такие добрые и справедливые в кинолентах, на деле обращались с ними хуже, чем со скотиной. Так, по словам Астафьева, в советской армии готовили солдат к фронту. Об этом он напишет в романе «Проклятые убиты», назвав место, где находился запасной полк, «Чертова яма». Показать, в каком они были состоянии и виде, невозможно. Запасные полки никто не снимал. Это можно увидеть только на фотографиях наших пленных, сделанных немцами. По словам Астафьева, когда они, наконец, прибыли из запасного полка на фронт, их войско было больше похоже на бродяг. Это были не солдаты, а истощенные, уставшие старички с потухшими глазами. От недостатка сил и умения большинство из них погибало в первом же бою или попадало в плен. Они так и не приносили той пользы, какую хотели, а главное, могли принести. Нас обманули, очень. Вот 10 тысяч солдат из Бердского полка запасного, значит, разослали, ну, эшелоном-то, в общем, везли. А потом распределили по разным частям. И нас не переодели. Мы были одеты в полку в БУ, бывшего употребления. Часто вот здесь вот, это вот примету пусть знает Никита обязательно, что если здесь шов на гимнастерке, на нижнем белье, это значит с мертвых снят. Так его не снимешь, только разрезать надо. Потом зашито. Вот большинство ходило на гимнастерках со швом на пузе. Многие не знали, от чего этот шов. Не доумевали. А мне досталась гимнастерка с отловленным мальчичком, кого-то младшего или офицера, в ней больше в шею водилось. Только все ее преимущество. Так вот в этом же обмундировании мы поехали, нам сказали, что в частях, которые вы придете, вас там переобмундировали. Там не было ничего для нас приготовленного. Никто нас там не переобмундировал. И мы в этом Бердском обмундировании попали на фронт. Вот о нашем наряде говорит. Все это потом на локтях пропадает, на коленях пропадает. Ну все в заплатах, все в обносках, через край зашиты. Волей-неволей надо лезть к мертвому. Сниматели мертвых немцев. В наших это нечего и снимать. Тоже обношенные, значит, все такое. Опилотка. Она же матерчатая. В большинстве своем вырезанная звезда из консервной банки. Она же через неделю от пота, потому что на ней еще спишь, под щеку подкладываешься такое. Она превращается в капустный лист. Среди на нас страшно смотреть было, особенно к осени. Вот у Бондарева есть карточка военная. Он говорит, на мне только одна шапка наша. Остальное все немецкое надет. Нас, вот украинских селах, не раз принимали, значит. Вот я слышал, значит, где-то осенью, в сентябре под Проскуровым же. Вот. Мы когда шли, значит, что-то тут осели, божечки, божечки, опять пленных ведут. Понимаете, украинцы. И там нас приветливо встретили очень девчины какие-то в платках. Хлопцы, заходите сюда, хлопцы, заходите сюда. Хлопцы, зашли. Там наварена картошка и овечья сделана, так сказать. Вот девчины краснорожие, значит, хорошие, красивые украинки. Вот угощает нас. И хлопцы, снимайте, снимайте, у нас тепло, значит. Мы натопили, нарочно натопили шубазу. А мы не можем ничего снять на нас под шинель или под телогрейкой. Такая из гимнастерки манишка. А почему манишка? Потому что стали добывать немецкие лампы, не наши. Они без стекла, они с фарфорным язычком. И вот сидишь у телефона или где-нибудь, и на этом язычке пламени в шею выжариваешь, так сказать. И постепенно мы отожгли рукава, отожгли все лишнее, так сказать. Да и обносились вообще. У нас просто там под шинелью и под телогрейкой ничего нет. Эта сука какая-то украла 10 тысяч пар обмундирования. Ну, конечно, пополняли штрафные, кого-то расстреливали. Но я думаю, что сука такая могла, как она нынче, откупиться. Понимаете? А мы, значит, вот там. И это вот только потом, уже после Житомира, в декабре, нас обмундировали, можете взять карточку с Петькой. Мы, если мы есть, в новом обмундировании. Даме и дух великого Ленина, даме, товарищ Сталин! Война Астафьева совсем не похожа на то, что мы привыкли видеть во многих наших военных фильмах или читать в военной прозе. Ура! 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 Сразу после победы сотнями начали выходить книги о прошедшей войне, стали сниматься фильмы. Война там была красивая, героическая, победоносная. На ней с криком ура шли в атаку, грудью, закрывали амбразуры, погибали, вызывая огонь на себя. Молодое, невоевавшее поколение принимало все это за правду, и уже писались новые книги, снимались новые фильмы, так похожие своим пафосом на старые. В результате, по словам Астафьева, о войне столько наврали и так запутали все с ней связанное, что, в конце концов, война сочиненная затмила войну истинью. По признанию Астафьева, именно война стала причиной того, что он взялся за перо. В начале 50-х Виктор Петрович ходил в литературный кружок открытой при местной газете. Там однажды услышал он короткие рассказы одного писателя-фронтовика. Война в нем была красивая, эффектная, эдакая сказка про крихи «Ура!» и про подвиги. А главное, все это написал фронтовик, который был на передовой. У Астафьева, по его словам, аж зазвенело в контуженной голове от такого вранья. Придя домой и успокоившись, он решил, что единственный способ бороться с ложью – это правда. И за ночь на одном дыхании написал свой первый рассказ «Сибиряк», в котором описал свою войну, какую видел и знал. Вот еще одна редкая хроника. Вот это – советский солдат. Такие вот солдаты победили в Великой Отечественной войне. Это документальная съемка настоящего боя. Ни оператор, ни солдаты ни на миллиметр не могут высунуться из окопа. Такой плотный огонь, и так страшно. Вот такую войну таких солдат не принято было показывать в официальной советской хронике. Были утверждены другие кадры, часто постановочные, а подобные этим оставались лежать на полках в архивах. Но именно такой война была для миллионов советских солдат. Такой она была и для Виктора Астафьева. И вот через примерно километра полтора-два в этой вот пахоте, это же чернозем украинский, на полтора метра, Господи, вот такие дырки, вот такие дырки, в них пузырь, это валенки. Потому что раз вытащил, два вытащил, три, куда-то вот такая, значит, пуда три на каждом валенке грязи. А потом уже вышагнул из них и босиком. Это новый-то год, да, на шоссе. Вот. На шоссе испытал самое страшное потрясение. Какое... Будут потом потрясения очень сильные, но самое страшное. Когда отступали от Житомира, по отступающим, уже убитым, разбитым, шли наши машины, танки, бронетранспортеры, машины, все равно считалось. Раскатывали их. Почему-то в этот раз немцы не заставили жителей. Некогда было. Ну, может, тоже Африка эта самая сказалась. Те немцы, которые у нас воевали, выгоняли жителей, или сами обязательно заскребали это все и где-то закапывали. А тут или не успели они, или... Или, значит, действительно ромелевцы, это, значит, так сказать. В общем, это шоссе вот в жидкой грязи, и в нем трупы, раскатанные в фанеру. Только вот кое-где белые косточки выглядят там, и зубы. Вот. И ребята уже обкатаны были, повоевали уже над Днепровским плацдаром, были уже. Вот. Я уже, по-моему, полтора или два раза раненый был, так сказать. И все-таки это произвело гнетущее впечатление. У нас был старый солдат, самый старый, 52 года ему было, глухоман, по фамилии с Дальнего Востока, переселенец из Коклов. Он говорит, вот ту доля, доля. Вот так вот. Чтоб было так еще. То, что вбьют, еще и тебе, значит, так сказать, по тебе будут ездить. Что это за судьба? В общем, это произвело гнетущее впечатление, поскольку это было на протяжении многих километров. Все эти трупы, значит, ну, тут трупы в кветах старые, значит, уже. И вот в этой жидкой грязи, в этой жидкой грязи, значит, так сказать. Ну, танки идут, гусеничные идут, наматывают, там, шинеленку, там, идешь и кишки, значит, и все это. Вот такое эстетическое зрелище. Сейчас уже, по-моему, и этим, то, что в Чечне происходит, и этим уже не удивишь. Сейчас все на гусеницах, все на БТРах. Вот. Тогда, только помню, что вот ехали, когда мы на газушке в золотом управлении ездили, что подбрасывают, подбрасывают. Это, значит, еще не раздавленный труп, не до конца раздавленный по нему. Вот. Это вот было, вот эти валенки, вот эти вот разъезженные трупы, это тяжелейшее. Я не знаю, как об этом написать и снять. Это невозможно. Это выжимы. До сих пор пропавшими без вести по официальной статистике числятся около пяти миллионов советских солдат. Чьи-то сыновья, отцы, мужья, братья, Сгнившие на обочинах военных дорог, Раскатанные в жиже на шоссе, Незахороненные из-за отступления, Или, наоборот, забытые из-за слишком быстрого наступления, Так и истлевшие на полях боев. По словам Астафьева об убитых, О предании их тел земле у нас не думали. Немцы своих всегда хоронили, Что бы ни случилось, Наши же от случая к случаю. Астафьев писал, что советские похоронные команды Шакалили на полях боев, Выворачивали у убитых карманы, Клещами вытаскивали золотые зубы и коронки, Обрубали лопатками пальцы с обручальными кольцами, С трупов снимали пригодную одежду. Так относились в советской армии к простому солдату. Их и солдатами-то стали называть только после войны, А так, штык, боец, В общем, неодушевленный предмет. И вот когда этот залп кончился, Разрывы кончились, И он поднялся, Мне помог подняться, Я увидел, Эти все, которые ранены, были наброчены, Почти все убиты. И молодой лейтенант был, Куда он ранен, не знаю, Ну, такой, ну, вот, Ну, вот подобный Борис Костяев, Такой, значит, интеллигентный вид, значит, Все, все, все. Вот. И мы смотрим, он, На этих гулыжных смотреть-то некогда, Мы тоже убежали, Второй раз дадут еще. И он рукой хлопает, хлопает, Что-то ищет. И обе, обе ноги у него уже перебиты. Кроме того, раненые у него, Обе ноги перебиты. Так, а он ищет, ищет, ищет. Вот. И когда отбежали, я говорю, Славка, а что? Лейтенант искал, пилотку. Знаешь, что это? Вот этот умирающий лейтенант ищет, Хлопает. Вообще поступки, которые предсказывают товарищи комиссары, Показывают кино, Вот. На войне почти нет предсказуемых, Как не предсказуем завтрашний день, Очередной бой, Не предсказуем, Нет похожих на друга. Что будет? Зависит от местности, От команды, От поддержки, От связи, От Бога. В основном-то от него зависит все. Там даже самые, Такие коммунистишки были в окопах, Тоже они были. Вот. Младший политрук, Какой-то там выдрючатся, О, Бога, нет, царя не надо. Как? Так. Сразу, или мама кричит, Или боженька. Вот особенно на Днепре, Когда переплывали, А большая часть плавать-то не умела ведь. Вот, набери столб, Бери дубовое бревно, Значит, Сутунок. Или набивай плащ-палатку сеном, И она через сто метров замокнет, И вместе с тобой уйдет на дно. И плыви. Как тонуть-то начали, Так, сплошной рев начал, Стояла только мама, И, Господи, боженька, Вот, боженька, помоги. Кто-то, мы, Капсомольцы, пионеры, Недавние, Все, знаешь, Учащиеся советских школ, Все кричат, боженька. Самое тяжелое, Для остав его воспоминания, Это форсирование Днепра. Это было осеннее наступление Красной армии 43-го года. С ходу, без подготовки, Без передышки, Развивая успех недавней победы На Курской дуге. Форсирование было неподготовлено. В очередной раз понадеялись На русский авось И на самоотверженность И выдержку солдат. Без специальных плавсредств. Кто на чем гораст, Кто как может, Переправлялось наше войско. На том участке, Где плыл Астафьев, Из 25 тысяч человек До другого берега Добралось только 3600. И это только на одном участке, А их было десятки. В битве за Днепр Наши войска потеряли Около 300 тысяч солдат. Сколько же из них Просто потонуло Бессмысленно Из-за бездарной подготовки Так ни разу не выстрелили. Всю жизнь Астафьев утверждал, Что мы победили в этой войне Только потому, Что просто завалили немцев Трупами, Залили своей кровью. Ему, как солдату, Было известно это лучше всех. Он на своей шкуре Испытал, Что такое советское командование И советское наступление. Потери никого не интересовали. Главное результат, Главное победа. Любой ценой, Любыми жертвами. Отсюда такое количество погибших. Отсюда эти бесчисленные Вереницы пленных В немецкой хронике. Русских солдат, По словам Астафьева, Бросали в печь войны, Как солому. Страна большая, Народа много, Нарожают еще. Астафьеву тогда повезло, Он доплыл до другого берега. Но уже там, После нескольких дней Беспрерывных боев, Его тяжело ранило в голову. Позже он писал в письме Днепровские плацдармы. Ранен был там и утверждаю, До смерти буду утверждать, Что так могли нас заставить Переправляться и воевать Только те, Кому совершенно наплевать На чужую человеческую жизнь. Мы на другой стороне Днепра, На клочке земли, Голодные, Холодные, Без табаку, Патроны в сосчету, Гранат нету, Лопат нету, Подыхали, Съедаемые вшами и крысами, Откуда-то массой, Хлыбнувшим небоком. Мы начали наступать, Как я говорил, Через Аку, Уже когда было тепло. И за третьей линией Началось уже много трупов. И наших, и немецких. Вот. Ну немецких меньше было, конечно. Они всегда как-то успевали, Как чеченцы, он убирает. Наших сейчас не убирает. А там убирают, Противная сторона. Очень много было в ту пору еще лошадей. Вот. Человеческо убитый пахнет страшно. И лошадь еще плюс. В общем, По двое, по трое суток Мы не могли жрать. Еще куда-то уйдешь, Там балку, Или крючусь, Моется. Вот. Прошло Совсем немного времени, Наступила первая зима. Прибежал, значит, Тоже вот термос тут, значит, Какой-то похлебка какая-то. Сесть. Ну, что-то и... Человек ищет на что сесть И куда лечь. Интересная деталь. Всегда Ложаться, На фронте это особенно заметно, Головой к какому-нибудь предмету. Даже к столбу, Так веером будут лежать, Но головой к какому-нибудь предмету. К сосне, значит, там все. И с этим тоже много происшествий. А тут это скало-скало началось сесть. Ну, украинская почва, Это значит, Вот какая-то кочка есть. Стерни вырвал немножко, Поджопу подсунул, Сел. И хлебая. Сидел-сидел, Что-то поджопу я склизко. Встал. Он думает, Немец. Немец умерзший в землю. Ну, что? Это же стерней жопу вытер, значит. Вот я в... Вот стерни наложил, Обратно сел. А что? Ну, некогда. Жрать охота. Вот так вот втягиваешься в войну. Вот опыт, говорят, войны. Я вот оно, втягивание. Чтоб ты мог жрать, Как скотина последняя. Спать, как скотина последняя. Для Астафьева Самая страшная на войне Привычка к смерти. Когда смерть становится повседневной, Обыденной, И уже не вызывает никаких эмоций. Когда можно сидеть и без отвращения Есть на замерзшем трупе. Поэтому Астафьев считал, чтобы преступно романтизировать войну, Делать ее героической и привлекательной. Астафьев писал, Астафьев писал, Тех, кто врет о войне, Прошлой Приближает войну будущую. Ничего грязней, Кровавей, Жестче, Натуралистичней Прошедшей войны На свете не было. Надо Не героическую войну Показывать, А пугать. Ведь Война Отвратительна. Надо Постоянно Напоминать о ней Людям, Чтобы не забывали Носом, Как котят слепых, Тыкать в нагаженные места, В кровь, В гной, В слезы. Иначе Ничего От нашего брата Не добьешься. Это, конечно, Открытие Для меня было. Я бы так и думала, Что нужно Воевар защищать. Конечно, Вот сейчас Тебе пришли, Допустим, Убили всех родных Твоих. Кто знает В тебе такая ненависть Сыграла Правильное Отмщение. И все, И человек идет, А потом Он только осознает, А Дышу Венотворил Такое. Но потом-то Уже все, Потом поздно. Человек сам Себе не сможет Простить К нем Остаток Вот это вот До конца жизни Останется. То есть Вот такое Чувство Без нечистоты, Без покаянной. Это из-за этого Я не могу Родиться свыше? За то, Что на мне Кайновый печать Стоит? Да почему Кайновый С чего ты Кайновый печать Сделала? А кто Обор сделал У них Кайновый печать? Да прекрати И это глупость Все. Кто тебе Сказал такое? Ну как же Дмитрий Смирнов Говорит Это же человек Убийство? Ну это человек Убийство Но Господь Прощает Любой грех А почему Нет ощущений Что он простил? Вот у меня Твердое ощущение Уже несколько лет Что если я сейчас Вот умру завтра Я в ад попаду Это хорошо Значит Ты не грешить Уже будешь бояться Это хорошо Я у меня То же самое У меня свои грехи Были И у меня То же самое Ощущение Это должен чувствовать Христианин Особенно Рожденный от Бога Страх Согрешить Всегда должен быть До конца жизни Поэтому Когда тебе предложат Идти на войну И убивать У тебя должен быть Вот этот страх Да вы что ребята Я и так На краю пропасти стою Мне еще Убивать кого-то идти Я не спасусь Вот так отвечает Христианин А то что там Копы копать И раненых С поля боя Выносить Это пожалуйста И давайте я пойду Там горшки Заранеными Выносить Правильно А почему У некоторых Есть такое ощущение Что они Прощены А вот У меня нету Такого ощущения Что я Прощена Я не чувствую Связи Я до сих пор С Господом Познакомиться Не могу Да Подожди Это может Если тебе накручат Вот по-женски По-твоему Нина Ты вот От этих страхов Лучше избавляйся Эти страхи Они бесы Накручивают И все Не надо Назови себя Христианкой И все Скажи Я человек Божий И со мной Господь И Господь Пограждает меня От всякого зла Отойди от меня Молитву читай Допустим До воскресных Бог почаще Отгонять себе Эти чувства Не надо Ты там такой В ролике Смех сделал Когда там Ну бесов Ты изображаешь И такой смех Это Это вот тот смех Как бы Я его тоже слышала Он Только он Ты его Такую Умягчила Он такой У тебя более Такой Более-менее нормальный А на самом деле У них смех такой Такой злобный Ненавидящий Злобный И он какой-то Нечеловеческий Так человек Не сможет Засмеяться Я этот смех Слышала Как-то Когда я еще Во сне Видела сон И в мыслях Ну Там Такой Сон был Блудный И в мыслях Я В общем Согласилась С этим Смысленная Такая мысль У меня была Плохая Я согласилась С этим сном И я уже Проснулась И слышу Этот бед Засмеялся Он победил То, что Он Он так Засмеялся И смех Вот такой был Как в этом ролике Такой Ненавидящий Злобный Нечеловеческий Я вот этот ролик Делал Это Сам Господь Повелел Делать Я попросил Игнатих Ну там Никита Начитал На его канале Вот А я Игнатих Игнатих Надо Начитать От Бога Вот такое Повеление Сделать Ролик Такой Вот И он Бегом Сел Начитал И этот ролик Сутки Ровно делал Не спал Вообще Вот И Господь Руководил Что Где Как Подставлять Я думаю Через этот ролик Многие Вот Как ты Обратятся Именно К этой теме Насчет убийства На войне Понимаешь Сейчас Такие времена Что Некого Уже Защищать Тут Один брат Мне Я так же Как и ты Четыре Пять лет назад Верил Защищал Да вы чего Я говорю Что же Брат придет Я буду смотреть Мне конечно Я там автомат Пойду Мать Защищать Детей Своих внуков Да защищать Буду А теперь А брат Один Говорит Ты Кого Защищать Одни Грешники Кругом Ну ладно Были Праведники Понимаешь Но грешники Все Может быть Их убьют И их кровью Может И смоются И грехи Вот эти Каяц Люди Не хотят Не верующие Все Мы плодим Кого Посмотреть Небезбожники Кругом Кого Защищать Чтобы Продлить Время На покаяние Какое Время Если продлевать То наоборот Для Большего Возрастания Греха Писание Нам чтобы От умножения Беззакония Во многих Охладеет Любовь То есть Беззаконие Видишь Оно не уменьшается Вот от года Наоборот Возрастает С каждым годом Оно все больше И больше Поэтому Господь сокращает Это время Ну для избранных Он это делает Чтобы поменьше Христиане Все это терпели Он сокращает Это время Прихода Антихриста Конца Вот этого мира Не знаю Я не умею молиться Мне кажется Не слышат Да не надо Вот так не надо Никогда Себя не убеждай Это вот Без Вот этот вот Страшный Особенно в женщинах Он сейчас Такое вот Отчаяние Господь все слышит И знает все Гони от себя Вот это вот Побольше Торжества Радости Что у нас есть Возможные спасения Ты можешь Ты можешь В рай попасть Представь Что такое рай Мне опять вот На днях Недели две назад Опять Господь Блаженство Дал такое Но это чувство Это чувство Его невозможно Описать Это Я в общем Опять проснулся То есть Во сне Его почувствовал Это блаженство И проснулся От того Что Понимаешь Такая радость Счастье Такое Это нельзя Описать Это вот Такое Божественное Чувство Я Минут Секунд Сорок Может Пятьдесят Вот это вот На меня Я говорю Господи Не забирает Меня это чувство Понимаешь Господь показывает То что мы будем Испытывать Вот Рядом с ним Вот это блаженство И что же Я ради каких-то Вот этих вот Поганых грешков Там Или каких-то Недомолвок С бесами Там что-то Я с ними буду Отчаяние Какое-то принимать Да мне вот это только Счастье Радость Одна От того что Я скоро С Господом Буду Бесов Их Пинать Пошел ты Молитвы Одной Их Разгоня Ирабят их Не понукаю Как хотят Ну вот Они Видишь Власть держат Они себя Чувствуют Владыками Над тобой А Тот Кто Божий Он не грешит Скажи Я Божий Человек Вы чего Ко мне Пристали Отойдите От меня Я Дочь Божия Господи Отгони Их от Меня Вот Одной Вот такой Молитвой Господи Отгони От меня Лукового Я Я слышала Его Смех Когда Уже Проснулась Уже Проснулась А чё Я Слышала А видишь Нам Как Серафим Саровский Говорит Что Стижать Духа Святого А в чём Его Стижать И вот Именно В чистоте Вот В этой Пребывать Постоянно Не допускать Никаких Мыслей Никаких Чувств Или там Сомнений Каких Вообще Душу Свою Мне там Господь Не простил Да простил Я покаялась Мне простил Всё Господь Потому что Он обещал А Он Своих Обещаний Не нарушает Обетование Своих Если обещал Он простит А что Если даже И покаяния Вдруг Не было Его ещё Мне кажется Это недостаточно Ну это уж Ты сама Сама Для себя Решай Было Или Не было Если Творишь Дела Тьмы То Конечно О каком Покаянии Можно Говорить Если Отреклась Сатаны Ходишь В освете И тогда Смело Ходи Осуждение Не оставляет Осуждение Иногда Какая-то Зависть Ну ты же Понимаешь Ты себя Ловишь На этом Грехе Ну да Ловлю Это уже Это уже Больше Понимаешь Грех Он меняется Тогда Когда человек Не понимает Что он Грешит А если Ты осудил И тут же Себя за язык Поймал Это уже Покаяние Господь Прощает Такой Грех Вот А на этом Возрастаешь Ты стренируешься Постоянно Постоянно Себя контролируешь Каждую свою мысль Каждое свое слово Следишь за собой Вот На этом самом Ну может год Может десять Уйдет Но ты все равно Научишься У каждого Кто-то За неделю Допустим Избавляется А кому-то Десять лет Надо чтобы От греха Избавиться А кому-то И жизни не хватает Но ты же Трудишься Ты работаешь С собой Понимаешь А Господь Уже за намерение Вот за эти целуют То есть он тебя уже любит За то что ты Хочешь исправиться Конечно хочу Я же говорю уже Но почему я не рождаю Ты слышишь Господи Неужели тебе не нужно Совсем А Игнатий Тихонович Говорит Надо чтобы Три года Прошло Для чего Три года Чего он так Не говорит Он говорит Рождение Сразу Наоборот Происходит Я Я видела Сегодня Или вчера Или вчера Ролик Давнешний Говорит Три года Нет Просто не поняла Что-то Я наоборот Игнатий Исповедую То что Рождение Должно Мгновенно Произойти Ну Я допустим С ним Не согласен Я верю В то что Рождение Такое Бывает Ну Затяженный Бывают Знаешь Роды Быстрые Мгновенные Такие Стремительные А бывают По нескольку дней Рожают Женщины Вот Так и в духовном Мире Я думаю Человек Бывает Сразу Рождается А бывает Что На годы Затягивается Ну Три километра Это мало Ну Мало Я-то не хожу Там Батюшка Может Приехать Да я В принципе Насчет Причастия Я Один Два Раза В год Всего Причащаюсь Ты Так уже С Господом Да кто Знает Не Верь Себе Себе До Последнего Дня Мы Мы Здесь Должны Это у Протестантов Тогда Они Я спасенный Все Он Расслабится И пиво Сидит Попивает В кресле А у нас У православных Мы до Последнего Дня До Смерти Ходим Как по Лезвию Ножа Боимся Согрешить Где Ты с этим вопросом Обязательно Разберись До конца Для себя Реши Просто Насчет Воинства Христов Что это За войны Воинство Христов Это ангелы Воины Света С которыми Он грядет Ей гряди Господи Вот он Со своим Воинством Придет Судить Живых И мертвых А наше Воинство У нас У христиан Нет никакого Воинства Мы свои шеи Подставляем И все По отбич Мы не воюем И никого Не убиваем Ну все Я пошел Спасибо Христов Все С Богом